Почему у человека именно 5 пальцев на руках и ногах? А допустим не 6, 4 или к примеру 7. Привет, с вами Евгений и это проект Популярная география на канале Вселенная Бьютифул Лорд. На самом деле, такое количество пальцев характерно не только для человека. Это примитивное, исходное строение конечностей характерно для всех наземных позвоночных. У людей по 5 пальцев на руках и ногах, потому что столько же было у наших древних обезьяноподобных предков. Те унаследовали такое количество от своих предков и так далее, вплоть до амфибий, населявших Землю более 300 миллионов лет тому назад. Пятипаловая конечность не имеет особых преимуществ перед конечностями с другим количеством пальцев. Например, четырьмя или шестью. Ученые считают, что пятипалость у большинства видов позвоночных, включая человека, закрепилась в процессе эволюции случайно. Вполне могло повезти, к примеру, восьмепалым амфибиям. И тогда у нас могло быть по 8 пальцев. Впрочем, не обошлось без исключений. Например, у лошадей за счет исчезновения четырех пальцев из пяти уменьшилась площадь опоры конечностей, что стало одним из приспособлений к скоростному передвижению. У предков человека лишних пальцев не обнаружилось, поэтому сохранились все. Бывает, что у позвоночных на одной конечности возникают дополнительные пальцы, но это скорее исключение. Например, у Эрнеста Хемингуэя все кошки были с полидоктилией, и их многопаловые потомки до сих пор живут на территории Дома музея писателя. В Ки-Оэсте, штат Флорида, у большинства из них по 6-7, а у некоторых даже по 8 пальцев. Американский генетик Сьюал Рейд однажды вывел морскую свинку с 44 пальцами на всех четырех лапах. Правда, они долго не прожили. Происходят сбои и у людей. У европеоидов с дополнительными пальцами рождается один человек из трех тысяч, а у африканцев один из трехсот. Причем у последних обычно удваивается мизинец, а у европейцев большой палец. Хотя, теоретически, дополнительным пальцем может стать любой. Как правило, многопалосия является генетической аномалией, а за счет того, что она передается по доминантному типу, в некоторых семьях встречаются во многих поколениях. Так, французский естествоиспытатель Пьер Луи Моро де Маппертюи описал наследование полидоктилеи у предков и потомков одного берлинского врача, у бабушки которого было по 6 пальцев на каждой руке и ноге. Столько же передалось его матери, а затем ему самому и двум из его пятерых детей. Бывают и более внушительные родословные спалидоктилеи. Например, описан случай, когда многопалость прослеживается на протяжении 6 поколений. Эктродоктилея – другая врожденная аномалия развития. Она, напротив, характеризуется отсутствием или недоразвитием одного из нескольких пальцев. Это тоже наследственное заболевание, которое иногда сочетается с расщеплением губы, незаросшим небом и другими дефектами. Встречаются и другие варианты. Синдоктилея – когда несколько пальцев не разъединяются в процессе эмбрионального развития и остаются сроченными. Брахидоктилея – когда пальцы сильно укорочены. Клинодоктилея – когда они искривлены. Все это обусловлено генетически. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!